Всем тихой ночи! Вот и пришло время нового видео по всяким малоизвестным штукам из вселенной SCP. В нашем традиционном голосовании в комментариях под видео в этот раз победил закон Мерфи, а случилось так потому, что под прошлым подобным видео большинство оставило комментарий за эту часть мира SCP. Секретный фонд хранит много предметов, которые не то что описать, но и просто объяснить, что они такое, бывает проблематично. Некоторые из этих явлений оказываются настолько интересны, что по их мотивам создаются отдельные сборники историй или канон-хабы на сайте фонда SCP. Среди них немало таких сущностей, которые живут внутри носителей информации. У фонда уже есть общая теория по поводу таких вещей, например, о крикунах в структуре, и тема эта настолько запутанная, что для того, чтобы понять ее, нужно много всего перечитать на сайте фонда. Так что я сделал отдельный плейлист по всему связанному с крикунами. Кстати, там будут видео из каналов других авторов, так что не удивляйтесь. Вообще, пора уже как-то систематизировать контент по фонду. Закон Мерфи — это штука из мира SCP, которая тесно связана с темой крикунов в структуре и патофизикой. Так что для того, чтобы полностью понять, о чем речь, советую сначала глянуть ролик про крикунов на этом канале, а также ролик про Горфилда, потому что истории про Мерфи во многом основаны на том, что было заложено в тех кусочках вселенной SCP. Ссылки на оба ролика есть в описании. Все началось с того, что был найден объект SCP-423, который представлял собой информационную сущность, живущую внутри текста бумажных книг. Сообщение о том, что при перечитывании книг появляется новый персонаж по имени Фред, привлекли агентов фонда, и вскоре все затронутые бумажные книги уже находились в камерах содержания. Оказалось, что Фред вполне разумен и не только добавляет себя в произведение в качестве персонажа, но и способен общаться с людьми, если ему удастся дотянуться до книги без текста. Например, для общения с Фредом фонд использует пустой дневник, в который записывает свои вопросы этой сущности, и на которые тот отвечает в виде нового текста, появляющегося в форме диалогов после вопросов. В общем, типичный такой крикун в структуре. Но Фред по какой-то причине влиял только на печатные книги, а остальные носители информации его не интересовали. Так он и путешествовал по романам и рассказам, вплетая во все произведения приключения второстепенного персонажа Фреда. Вскоре фонд столкнулся с еще одним подобным явлением SCP-2747. В один прекрасный день специалисты фонда начали отмечать, что в печатных СМИ и в интернете массово стали появляться упоминания различных несуществующих произведений. Было замечено, что люди в какой-то момент начали цитировать, обсуждать и пересказывать никогда не существовавшие романы, фильмы, видеоигры и комиксы. При этом их рассказы оказываются удивительно непротиворечивы и не имеют расхождений между собой. Реальные авторы заметок в СМИ, а также авторы комментариев на допросе в фонде все как один говорили, что ничего такого они не писали. То есть эти правки создавала некая сторонняя сущность, возможно похожая на Фреда, а может и он сам. Фонд отслеживает явления, применяя поисковые боты и борется с ним путем дезинформации и посильного удаления связанных материалов. Но получается это не слишком хорошо. Событий, связанных с SCP-2747, происходят все больше. А вскоре случается и событие, которое служит началом истории закона Мерфи. В один прекрасный день агенты фонда получили старинную печатную машинку 1937 года. И именно ее поставили на содержание, как SCP-3043. Она обладала аномальным свойством. Она могла заменять текст любого документа, находящегося неподалеку, на тот, что печатается на самой машинке. Свойство, конечно, необычное, но по меркам мира SCP, не то чтобы очень интересное. Потому предмет был оставлен пылиться в зоне 95, одной из тех, где хранятся вещи, про которые можно сказать ничего особенного. Однако тут фонд просчитался и особенное случилось. Произошло целое нарушение условий содержания, которое длилось три часа. При этом эти три часа, странным образом, выпали из памяти всех людей в зоне 95. Когда все прекратилось, оказалось, что не так уж много всего и произошло. Печатная машинка, объект 3043, переместился в кабинет доктора Льюис. В самой этой печатной машинке застряли непонятно откуда взявшиеся две пули. А документация по объекту в базе данных фонда почему-то была написана в стиле нуарного детектива. По сюжету этого детектива, главный герой, которого зовут Мерфи Закон, берется помогать некой женщине, ученой фонда по имени Льюис с ее проблемами. Проблема Льюис заключается в том, что ей кажется, что ее воспоминания стирают. В ходе своего маленького расследования, описанного в духе старых детективов, Мерфи Закон выясняет, что за всем стоит злодей. Злодей в форме печатной машинке, то есть SCP-3043, которая лишь прикидывается неразумной аномалией, а на деле вынашивает далеко идущие злодейские планы, которым, впрочем, не суждено сбыться, ведь она перешла путь Мерфи Закону, и он убивает ее двумя меткими выстрелами, после чего SCP-3043 оказывается и на самом деле разрушен двумя появившимся в его корпусе пулями. А сущность Мерфи Закон поселяется в базе данных SCP. Вскоре компания ему составляет еще одна сущность. Фонд проводит эксперимент с Фредом из SCP-423 и запускает его в роман о Дон Кихоте, в результате чего Фред узнает, что один из персонаж романа является сущностью, похожей на него самого, таким же информационным существом. И это существо также поселяется в базе данных SCP и начинает по-своему переписывать записанные в ней объекты. Если вы смотрели видео про крикунов в структуре, вы уже знаете, что не так уж редко это и происходит, что в базах данных фонда появляется очередная информационная мистическая сущность. Но в отличие от всех этих страдающих, кричащих и просто злобных порождений бездны, Мерфи Закон, нуарный детектив, и он просто крут. Хороший вопрос является ли Мерфи самим SCP-423 Фредом и проявлением SCP-2747. С одной стороны, сам Фред пишет о Мерфи, как и другом персонажа. С другой стороны, Мерфи уж очень похож на сильно прокачанного Фреда, со способностями, описанными в SCP-2747. Кроме того, когда Мерфи окончательно сбежал из фонда, Фред также прекратил проявлять себя. Так что, скорее всего, в целом вся эта история – это похождение одного единственного существа, того, который изначально назвал себя Фредом, и который лишь прикидывается несколькими разными персонажами. Так или иначе, Фред или Мерфи стал могущественным патофизическим существом. Фонд сделал попытку его содержания, попытавшись путём деконструкции образа убедить его в том, что то, что он делает – это лишь жалкая пародия на сам жанр нуара, а сам он просто обычный человек, писатель, который слишком поверил в своих персонажей и заигрался. Однако для Мерфи это всё звучало неубедительно. И несмотря на эти условия по содержанию, в итоге существо выбралось за пределы Фонда и начало врываться в различные произведения, внося в них изменения в своём стиле. По пути Мерфи даже создал свою собственную серию комиксов, где описываются его приключения в Фонде в качестве объекта. Со временем его сила росла, и наш нуарный детектив стал настолько могущественным существом, что начал менять саму реальность. Как он сказал в объекте SCP-3143, реальность для него стала очередным романом с запутанным сюжетом, который он может легко переписать. Теперь уже Мерфи начал появляться не в качестве текста или рисованного комикса, он начал появляться в реальной жизни, в обличии героя тёмного детективного романа. Материализуясь в каком-то месте, он превращает всё вокруг в подобие старинного американского фильма начала 20 века, а люди становятся его персонажами, которые играют свои роли. Его появление продолжается ровно до тех пор, пока очередной сюжет не будет доведён до развязки. И к счастью для людей, Мерфи это положительный персонаж. Как он сам говорит, он появляется, когда всё, что могло пойти не так, уже пошло. И в этих ситуациях он приходит и спасает людей. Что уже отсылка к закону Мерфи из реального мира. В США был такой военный инженер Эдвард Мерфи, и он говорил, что если возможно сделать что-то, что приведёт к катастрофе, это абсолютно точно когда-то кто-то сделает. И такая катастрофа точно будет. Поэтому вещи надо придумывать такими, чтобы никто не мог сделать ничего такого, что приведёт к плохим последствиям. Особенно, если ты военный инженер. Обычно его слова и сокращают до формул, если что-то может пойти не так, оно пойдёт не так. Так что в целом Мерфи закон. Это скорее что-то из немногого хорошего и доброго в мире SCP. Это не опасная аномалия и не монстр. Это оживший персонаж из детективных романов, который появляется в трудную минуту и может даже кому-то помогает. Кстати, а почему я вообще решил, что Мерфи это крикун в структуре? Ведь в объектах, связанных с ним, об этом нигде не говорится. Но помимо того, что он полностью соответствует описанию крикуна, есть ещё рассказ, где описывается изначальное попадание сущности, ставшей Мерфи в наш мир. Там он попадает в пространство, где живёт существо из SCP-300, историю которого, кстати, очень классно прочёл у себя на канале Иван Конструктор. Но в отличие от крикуна из нулевого объекта, база данных SCP. Этот не стал кричать и ужасно страдать. Вместо этого он перебрался в старый американский роман и неплохо там освоился. В том числе, научившись взаимодействовать с нашим миром и людьми. Это описано в пока не переведённом рассказе из двух частей, из которого можно узнать, как существо из бездны становится детективом Мерфи-законом, грозой всех бандитов и негодяев. И как обычно, только вы выбираете, какое явление из мира SCP мы будем разбирать в следующем подобном ролике. За что будет оставлено больше комментариев, то и будем с вами обсуждать в ближайшее время. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok